Первое, что бросается в глаза, это высокий уровень организации соревнований. Спортивный зал поделен на площадке, где судьи следят за правильностью проведения боев. Сейчас выступают спортсмены возрастной категории 8, 9 и 10 лет. Уровень достаточно высокий, атмосфера хорошая, боевая. Самое главное, нет травматизма. Но рукопашный бой – это спорт, в котором не избежать мелких травм, таких как ушибы и синяки. На этот случай в зале всегда дежурит врач скорой помощи. Помощь оказана, ребята снова выходят на ринг. Сила воли и стремление к победе – неотъемлемая часть воспитания духа спортсмена. И поддержка тренера здесь играет ключевую роль. У каждого спортсмена свой путь к победе. И если кому-то первые результаты даются легко, то другим с самого начала приходится работать на максимуме своих возможностей, чтобы добиться успеха. Вместе с ребятами в этот день, конечно, не только тренер, но и родные, кто поддерживает и помогает настроиться. Все то же самое делаешь, один к одному. Только не лети, ну да, малинчика, столько пошла. А так все то же самое, хорошо? Ну, как-то короткий, два шаг в сторону. Диана Волоснякова из Солнечногорска занимается всего полгода. Но это уже ее шестые соревнования. И если ранее удача девочке не сопутствовала, то на этом турнире у нее почетное второе место. Это первое соревнование, когда я просто выиграла сильнее меня в два раза. Первое. Судейская коллегия состоит как из титулованных спортсменов и мастеров спорта, так и из ребят, которые сами продолжают тренироваться и совершенствовать свои навыки, но уже помогают юным бойцам добиться успеха. Главная задача нашей – это научить детей в самообороне и концентрироваться во время жарких ситуаций. Например, во время боя они испытывают сильные чувства страха и адреналина. Соответственно, профессиональные бойцы этих чувств не испытывают, так как у них опыт. Соответственно, мучим этому детей. Воспитанник Видновского спортивного клуба «Десантник» Рома Комиссаров по два-три раза в месяц выезжает на соревнования, на которых представляет родной клуб. Он имеет множество престижных наград, в том числе и первый разряд, на открытом Кубке Москвы по Панкратиону. Но на этом турнире только третий. Первый проиграл, второй выиграл, за третье место. Трудно было, но все нормально. Для спортсмена главное не отчаиваться. Проанализировать свои ошибки и добиваться новых вершин. По завершению поединков долгожданное награждение. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.